Праздник встречает их яркими огнями и блесками еще в холле, но главное действие разворачивается здесь, на сцене национальной филармонии. Волшебство и чудо – это то, чего ждут в предновогодние дни все. В особенности те, у кого будни обычной жизни не блещут яркими красками. Столичная мэрия устроила праздник для особенных детей. Детки с особенностями, они редко выходят на какие-то мероприятия, поэтому мы создали условия. Вы видите, что на втором этаже наши сотрудники сопровождают их, рассаживают. То есть полностью вопросы организации были продуманы. Кроме этого, за счет мэрии города Бишкек были выделены средства на транспорт. У нас получается 12 автобусов бесплатно привезли детей из 11 специализированных детских садов и трех вспомогательных школ. В Новый год принято дарить подарки. Главным дарителем традиционно считается Дед Мороз. Но сегодня это звание по праву принадлежит мэру Бишкека. Из своего фонда он выделил по 100 тысяч сомов 17 организациям, которые на территории Бишкека занимаются с особенными детьми. Данные из 100 тысяч сомов коллективы должны решить, как потратить на свое усмотрение, на то, что именно в первую очередь необходимо. Это может быть какой-то инвентарь, это может быть какое-то оборудование, учебники, возможно подарки детям, которые находятся в этих реабилитационных центрах. Стоит отметить, что за последние пять лет это первый раз, когда из фонда мэра Бишкека выделяются такие крупные суммы организациям, работающим с особенными детьми. Куда потратить деньги, педагоги знают. Нужд много. Порой средств таким центром не хватает даже на самое необходимое. Например, на покупку посуды. Эти 100 тысяч мы все-таки найдем применение этим деньгам. Но в частности, хотелось бы сказать, что хотелось бы все-таки оснастить школьную столовую посудой. Это и бокалы, это и тарелки. То есть, это все то, что необходимо будет непосредственно для развития и школы, и для того, чтобы все-таки питание, улучшить питание не только качество поставляемой продукции, но и посуда, которая соответствующая должна способствовать у детей развитию какой-то эстетики. На сегодняшнюю елку было приглашено свыше тысяч детей. Это ребята с особенностями физического и психологического развития. Дети, которым праздник нужен, острее их здоровых сверстников. То, что мы делаем, это ради детей, ради нашего будущего. Поэтому двойное и тройное внимание для них. Поэтому мы сегодня собираем, поздравляем, что у них было хорошее настроение, новогоднее настроение было. Потому что это поможет нашим детям на будущее смотреть оптимистично. Поэтому мы собираем тысячи детей. Мы сегодня собираем здесь 11 детских садов специализированных и три школы, которые дети воспитывают с ограниченными возможностями. Тем более для них большое внимание. Потому что дети, они очень ранимые. Дети должны получать удовольствие от наших праздников. Есть подарки. Те мы поздравляем и желаем крепкого здоровья и благополучия. После завершения праздника каждый ребенок получил сладкий подарок в новогоднем мешочке с логотипом столичной мэрии. Как напоминание о том, что город помнит и любит каждого из них.